Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 января. Я вот сижу, разделяю свои томаты на те, которые буду в теплицу сеять, на те, которые буду в открытом грунте выращивать. И третья группа скороспелочки. Я об этом буду рассказывать. В следующем видео на тему выбираем самые вкусные, самые сладкие томаты для салатов. То есть салатные сорта. Но перед тем, как начать снимать это видео, я хочу поговорить на тему, которая будет встречаться в этом видео. То есть, вот все салатные наши сорта, салатовые, ну не важно, короче, сорта для салатов, они у нас крупные, несистые. И вот в последние годы мы все чаще слышим выражение биф-томаты. Томаты биф. И на пачках с семенами иногда встречаются, и в статьях в интернете, и в магазине. И так как это словосочетание довольно-таки новое, ну не так давно появилось, многие спрашивают, что такое биф-томаты? Что вообще это обозначает словочетание? Что это такое биф-томаты? Как их отличить? Но если честно, я сама несколько лет назад не знала, что такое биф-томаты. Ну я как встречала это выражение, ну я подсознательно думала, что это скорее всего, вот наверное крупные такие, вот плоско-округлые такие, в форме большого биф-штекса. Ну и, как оказалось, я ненамного была не права, это почти то же самое, но я сейчас объясню вам все-все до мелочей, чтобы тех, кого интересует, вот некоторые спрашивают, а вы выращиваете биф-томаты? Ну у нас, во-первых, у меня половина коллекции биф-томаты, как оказалось, потом, когда я изучила всю информацию, и оказалось, что это, как это, обыкновенные простые томаты, просто это вот у нас, как всегда, оттуда, с запада пришло это выражение, сейчас мы во всем этом разберемся. Вот если, когда я начала изучать информацию, сейчас я вам донесу, если мы посмотрим на все томаты, они у нас делятся на три группы, то есть, первая группа это мелкоплодные, но это совсем маленькие мини-томатики, это и наши карликовые, я в прошлом году показывала, пиноккио, синичка, балконная звезда, и лиановидные, которые вот с маленькими, лампочки, вишенки у них плоды, короче, все томаты с плодами до 40 грамм, они идут в одну группу, это миниатюрные плоды. Вторая группа у нас самая большая, это средние, которые не чели, не миниатюрные, которые от 50 грамм и до 150, вот сюда входит основная масса, это для открытого грунта, они все и массовые, вот эти наши неприхотливые, чуть больше крупные, сюда входят все пальчики, эти грушевидные, трусилевидные, короче, основная часть вот этих середнячков, это средняя группа. И третья группа, и есть та самая бифтоматы, то есть все, которые крупнее 150-160 граммов, которые крупноплодные, или если точнее, которые не только, как, ну можно было бы и так сказать, все крупноплодные, которые больше 150 грамм весят, те все бифтоматы, но если быть точнее, то есть самая главная отличительная черта, что у них больше семенных камер, чем у всех остальных. Вот при разрезе видно, что у простого томата две камеры, а у вот этих бифтоматов у них и 4, и 5, и 6, и 8 может быть камер, но даже без разреза, если вы видите, что вот такой, например, вот, например, розовый слон, или исполин малиновый. Ясно, что он не двухкамерный, но не две семенных камеры здесь. Ясно, что если у него вес 800 граммов, если он такой огромный, такой мясистый, то его можно смело отнести к бифтомату. Ну вообще, вот, например, нами всеми любимый сорт бычье сердце. Он всю жизнь был у нас просто крупный, мясистый, бабушкин салат, еще бабушка его выращивала, сейчас его уже называют, это бифтомат. Бифтомат, то есть он мясистый, он многокамерный, у него такой вкус сладкий. И вот мое личное мнение, а, ну сейчас скажу я сначала, откуда это пошло. Придумал, я вот даже выписала, американский фермер Йохан Мюнстер, чтобы вот эту классификацию, чтобы разделить на бифтоматы и на простые. Он даже какую-то награду за это получил. И вот наша вот эта вот тяга ко всему, ну вот повторять все за ними, привела к тому, что мы тоже стали крупноплодные мясистые томаты называть бифтоматы. Это вот как-то уже немножко внедрилось в нашу жизнь. И теперь мы, все, которые раньше были просто крупные мясистые, теперь они у нас бифтоматы. Но никакого особого, отдельного, как сказать, каких-то особых бифтоматов нет. Это те же самые наши крупные мясистые томаты. Просто те, которые крупные мясистые биф, а все остальные не бифтоматы. Все. И еще я хотела тут... Так. Вот про разрез я сказала, если вы на разрезе. Вот я фото выставила, вот к этому видео, там выставила фото. На разрезе видно, медовый салют, что у него много-много-много вот этих камер семенных, остальное все мясо. Если вы на разрезе видите много камер, много камерных, много семенных камер, это точно бифтомат. Но и без разреза видно, что если томат крупный, мясистый, сладкий, вы можете его назвать бифтоматом. Потому что такого вот... Короче, все это, это те же самые наши крупные мясистые томаты, которые теперь вот по моде, по американской моде мы стали звать бифтоматы, потому что биф это мясо, то есть у которых мясистые такие плоды, сладкие, вкусные, просто самые сладкие, самые мясистые крупные плоды мы называем бифтоматами. Я считаю, что это вообще даже не нужно вот такое разделение, какая-то квалификация вот этих томатов, классификация, которая просто вот новичкам, например, засоряет все это, вот перемешивает все в голове, бифтоматы, бифтоматы. На пачках это вообще не пишется. И вот приходят вопросы, а это бифтомат или не бифтомат? А я считаю, какая разница, бифтомат это или не бифтомат? Если он у вас мясистый, если он у вас вырастает крупный, сладкий, то не важно, как его назвать. Вот пришло это выражение бифтоматы. Ну и, конечно, хочу я, раз уж мы начали говорить про бифтоматы, хочу сказать, что выращивание бифтоматов, это должна быть отдельная тема, но ясно, что если они крупноплодные, если они должны быть такими мясистыми, то выращивать их нужно тоже. Они немножко отличаются вот от скороспелок, от мелкоплодных. Им нужно больше питания. То есть, если выращивать, если хотите совсем крупные плоды, я специально выращиваю бифтоматы, чтобы они были кило-кило-двести. Тогда нужно удалять лишние завязи, обязательно посынковать. И они требуют ухода, по принципу, посадил и забыл, бифтомат вы никогда не вырастите. Это вот именно та элита, для выращивания которого требуются все наши способы, вот эти методы ухода. И посынкование, и подвязка, и подкормки лишний раз. Должна быть почва плодородная, место загущенное их садить нельзя, место им нужно достаточно оставлять. Вот это наше такое поверхностное знакомство с бифтоматами. И еще, если вы, может у вас сложиться впечатление, что бифтоматы, это вот только вот такие вот крупные, плоско-округлые, в форме большого бифштекса, как я вначале говорила. Нет, это не так. Если, например, вот у нас гордость Сибири, он плоско-округлый, красный, именно действительно похож на большой бифштекс, то любимый праздник, он вытянутой формы, но он тоже относится к бифам. И еще, если вы думаете, что все бифы крупноплодные, вот такие здоровые, то это тоже не так. Так, есть томат желтый шар, например, он вес 150-160 грамм, он круглый, желтый, но он тоже относится к бифтоматам, вот по тому же признаку. Если мы его разрежем, мы увидим, что у него много камер, он мясистый, он сладкий, несмотря на то, что он небольшой, и вообще не похож вот на эти бифтоматы, он тоже относится к бифам. Но это уже более углубленное изучение всех этих сортов, я думаю, вам это ни к чему. И хочу сказать, что основная часть бифтоматов, это все-таки иностранного производства, это гибриды, я такие не выращиваю, никогда не выращивала, но у нас есть свои бифтоматы, вот, например, как я уже назвала, гордость Сибири, любимый праздник, этот, бычье сердце, и все подобные вот такие, которые крупные, которые мясистые, сладкие, у нас есть свои бифтоматы, но я их никогда так не называю, сняла этот видеоролик только для того, чтобы вот спал интерес вот к этому наименованию, потому что некоторые начинающие огородники думают, что это какой-то особый класс томатов, какой-то особый сорт или особая группа, и если люди спрашивают, а вы выращиваете бифтоматы, это вопрос очень странный, потому что у нас половина томатов это бифтоматы, все кроме вот этой вот мелкоты среднего, они все бифтоматы. Это просто, это видео я сняла просто как в просветительских целях, чтобы у людей отпал вопрос. Некоторые вот мечтают, некоторые, я мечтаю выращивать бифтоматы, но не знаю, где их найти. Это, если на нем не написано, что это бифтомат, это не значит, что это не бифтомат. Я надеюсь, всем вам пояснило, что это те же самые наши простые томаты, которые мясистые, сладкие, у которых много семенных камер. Все, цель открытия, которые сделал этот американец, если честно, я не понимаю, какую награду, за что ему дали.